У Айгуль Туйкиной в Саранске свой пошивочный бизнес и в субботу она отправилась в Мегастро, чтобы купить там материал для выполнения очередного заказа. Нашла на полке по ценникам нужные товары, попросила продавца оформить покупку. Я засомневалась, говорю, я до этого брала, в пакет он у меня побольше помещался. Она говорит, нет, у вас в ценнике написано, мы все правильно отрезали. Я приехала с этим материалом домой, ну на работу, и в общем выяснилось, что это не тот материал, это на несколько плотность ниже. Казалось бы, обычная история, в магазине ошиблись, продавцы тоже люди, и девушка на следующий день отправилась материал поменять. Но в Мегастрой ей не поверили, сказали, мол, продали все правильно, и это она ничего не понимает в материалах. Вам за место 30-го приходят 17-го, а вы продаете потом 17-го, он приходит еще тоньше, понимаете, в чем суть? Нет, он еще тоньше. Мы образцы ваши сравнили, молодой человек, вы что издеваетесь над нами, а? Полтора часа покупатели доказывали, что им продали не то, что нужно. Ткани различаются по плотности и цене. И в Мегастрое то, что тоньше, сбыли по цене того, что дороже. И разница получилась 600 рублей. Продавцы на меня кричат, негативно реагируют. Я их прошу правильно отрезать, они мне по полу его волощат. В общем, никаких сервисов вообще никакого. В итоге свою правоту девушка доказала. Ей поменяли кусок ткани на нужный, но осадок остался. Если бы была возможность, говорит Айгуль, то никогда бы в Мегастрой не вернулась. Но материал нужной ей плотности в Саранске продают только там. Негативное вот это вот ощущение, то, что меня хотели обмануть, и мне пришлось доказывать свою правоту, это вот, ну, как-то неприятное очень сильно ощущение. Я думаю, что такой большой Мегастрой, магазин, который сеть, у них сеть по всей стране. Строительный магазин, который разрешен сейчас работать. Не всем магазинам разрешили работать, им разрешили. Они должны следить за качеством, за клиентами, чтобы мы оставались довольны. И если даже мы что-то выяснили, что они неправильно сделали, ну, извинитесь, скажите, мы ошиблись, мы вам сейчас вернем, ну, дадим тот товар, за которым вы пришли. Все, никаких проблем. Перед Айгуль Туйкиной сотрудники строительного гипермаркета так и не извинились, а девушка советует всем быть внимательнее с Мегастроем. Если магазин не дорожит своей репутацией и покупателями, то может в любой момент испортить даже самое хорошее настроение. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости.